МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. На 52-м году жизни умер Виктор Ивкин, экс-руководитель главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу. Настоящий профессионал и замечательный человек. 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано на территории региона за последние трое суток, включая выходные. 19 человек за это же время выздоровели. Сборная России по лыжным гонкам заняла второе место в мужской эстафете на Кубке мира в Норвегии. На первом этапе в составе команды с отличным результатом выступил наш земляк Александр Терентьев. И в начале выпуска об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие трое суток, включая выходные дни, в Ненецком округе зарегистрировано 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое человек скончались. К сегодняшнему дню в округе зафиксировано 80 летальных исходов от COVID-19. В числе вновь выявленных заболевших 28 жителей Наринмара, трое из поселка Красное, кроме того, зарегистрировано 4 привозных случая заболеваний из Архангельской и Москвы, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. За прошедшие трое суток выздоровели 19 человек. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 176 человек. Еще у двух пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 178 человек. Из них стационарное лечение получают 33 человека, амбулаторное – 145. На учете в управлении Роспотребнадзора на самоизоляции состоит 1136 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе по-прежнему действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижнепёше, Оми и Неси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАУ об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. По словам руководителя Роспотребнадзора Натальи Кирхар, принятые в регионе антикоронавирусные меры помогают удерживать эпидемиологическую ситуацию под контролем. Но на данный момент говорить о послаблении принятых мер рано, отмечает ведомство. По состоянию на 3 декабря прививку против коронавирусной инфекции сделали около 22 тысяч жителей округа. Полный курс вакцинации прошли более 20 тысяч человек. По информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, после введения постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации определенных категорий сотрудников, число лиц, прошедших вакцинацию, увеличилось. В среднем за сутки вакцинируется от 130 до 170 человек. 4 декабря на 52-м году жизни умер замечательный человек. Профессионал своего дела, настоящий офицер, посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству. Полковник внутренней службы в отставке Виктор Николаевич Ивкин. Уроженец города Наринмара Виктор Ивкин начинал службу рядовым пожарным в Ненецком пожарно-спасательном гарнизоне. В июне 2016 года приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий был назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу. Он неоднократно принимал участие в руководстве тушения пожаров, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ненецкого автономного округа. За плечами года работы и сотни ответственных решений. В ноябре 2020 года Виктор Ивкин завершил службу в Федеральной противопожарной службе. Он был настоящим товарищем для заслуживцев, мудрым руководителем и учителем, опытным наставником, чем заслужил непререкаемый авторитет и уважение среди коллег и жителей Ненецкого округа. Телеканал «Север» выражает искренние соболезнования родным и коллегам в связи с тяжелой утратой. 5 декабря завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Лилихамере. Он проходил с 3 по 5 декабря текущего года. Блестящие результаты на состязаниях продемонстрировал урожение Сенецкого автономного округа 22-летний Александр Терентьев. За результатами Александра внимательно наблюдали его земляки. В лыжных гонках 2021 года случилось невероятное. Русский лыжник, чемпион мира среди молодежи Александр Терентьев разгромил в финале спринта на первом этапе Кубка мира гениального норвежца Юханеса Клэба. Его сенсационное выступление настолько впечатлило главного тренера сборной России и президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, что она заявила о включении Терентьева в состав команды на Олимпиаду 2022. Что же сделал наш лыжник, что норвежские СМИ назвали его товарным поездом, переехавшим Клэба? Именно то и сделал. Переехал, разорвал сильнейшего спринтера планеты. Терентьев разбил Клэба его же оружием, мощнейшим ускорением в подъем, хотя у норвежцев казалось было гигантское преимущество. В России отмечают отечественные СМИ, где уже давно не спринтерской группы вырос спринтер, которого норвежцы теперь будут бояться. Мощный, взрывной, выносливый. Сумевший в день рождения тренера лыжной сборной подарить ему крутейшую победу. Успешно выступил Александр на Кубке мира и в мужской эстафете, где российская команда в составе Александра Терентьева и Евгения Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова стала серебряным призером. Отставание от норвежской команды победителя составило всего 0,2 секунды. В Ненецком округе прошла межрегиональная славянская ассамблея. Дети с разных уголков России показывали свои умения в декоративно-прикладном искусстве и раскрывали свои таланты на сцене Дворца культуры Арктика. О завершающем дне ассамблеи расскажем в следующем материале. Перед началом церемонии закрытия дети могли поучаствовать в различных мастер-классах. Особой популярностью пользовались роспись пряников и резьба по кости. Здесь проходит мастер-класс резьбы порога и кости. Понятно, мы самые примитивные уже нарезали специальные заготовочки. И дети просто шкурят. И потом уже сам Константин делает им дырочки на бормашине. Потому что заниматься набором машине можно с 14 лет только. Межрегиональная фольклорная ассамблея проходит раз в два года. В 2021 году мероприятие стало по счёту седьмым. Тематика каждый раз отличается, но она всегда связана с фольклором. Вот в этом году мы посвящаем её детскому творчеству, детскому фольклору. И поэтому пригласили детские коллективы на нашу ассамблею. Приехали к нам гости из Москвы, из Череповца, из Великого Новгорода. Наши сельские коллективы участвуют. Из Нисси, из Виски, из Тельвиски, города Наринмара. То есть все детские коллективы показывают своё мастерство. Песни, пляски, художественное слово, гармонь и многое другое. Но перед выходом на сцену нужно подготовиться, чтобы зрители во всей красе увидели, что такое фольклор. Помимо известного в округе и за его пределами коллектива Травушки, на сцене выступали коллективы и из других регионов. Например, своё мастерство показывали ребята из образцового семейного клуба «Основа» из Череповца. Мы приехали показать здесь свои традиции, наши руководители показывали мастер-класс по пляске, показывали. Сейчас я показывала мастер-класс по высшим пляскам. Показывали свои традиции, смотрим традиции других народов. Мы пляшем. И поём, и играем на гармошках. Вышиваем. Сказки, доклады. Это всё мы делаем. На ассамблее также были ребята из Великого Новгорода. По словам Александры из фольклорного театра «Кудеса», она занимается народным творчеством, потому что это история, а её нужно сохранять. Коллектив – частый гость на таких мероприятиях. Россия – большая страна с множеством народных традиций. Ой, слушайте, мы ездим почти каждый месяц. Открывали чемпионат мира по футболу. Часто выступаем на очень известных сценах. Нашему коллективу уже 40 лет. Очень нравится видеть другие коллективы, узнавать что-то новое. Ну и, конечно же, показывать себя и свою культуру. Фольклор – это проявление духовной культуры народа, его традиции и истории, которые вплетаются в песни и сказки, знакомые с детства. А чтобы следующее поколение знали о том, как и чем жили их предки, нужны люди, которые бы показали, что фольклор – это не только история, это ещё и интересно, и познавательно, и красиво. Долгий путь к Олимпиаде. Гимнастика на пилоне вошла в список Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Флаги, шпагаты, силовые, гимнастические, акробатические элементы и трюки превратили его в полноценный вид спорта. Тему продолжит Наталья Дуркина. Софья Магелат мечтает стать профессиональной гимнасткой. В этом решении её полностью поддерживают родители. Они делают всё возможное, чтобы у малышки была возможность заниматься любимым видом спорта. Я давно мечтала ходить, просто не было. И потом уже я увидела в Инстаграме, что открылась и решила попробовать. Больше года юная спортсменка постигала азы полспорта. Сейчас, как только появились новые направления, не задумываясь, решила опробовать и их. На полотнах и на кольце было чуть-чуть сложно, но как-то получилось. А на пилоне, в принципе, я быстро познакомилась с девочками и начала заниматься. Вне зависимости от того, на каком снаряде сегодня тренироваться, каждый раз занятие начинается с разминки. Необходимо разогреть все мышцы, чтобы тело могло легко изгибаться, выполняя сложные элементы. Также необходимо учитывать, что у девочек разная степень подготовки. И на начальном этапе всем спортсменкам необходимо почувствовать свой вес и познакомиться со снарядом. Изначально, пока мы просто знакомим с снарядами, самые простые, такие как разножка, вообще в целом, чтобы они почувствовали свой вес, повисеть, различные блоки, руку ты завязывай, руки, ноги. Такие сначала простые. Первые занятия знакомим. В данный момент в школу танцев могут ходить девочки и мальчики от 5 до 14 лет на все три снаряда. Это полспорт, воздушная гимнастика на кольце и на полотне. Что касается взрослой группы, то на сегодняшний день есть только полспорт от 15 лет и старше. Остальные находятся в разработке. Очень много желающих на взрослую группу, но этот вопрос мы рассматриваем. Мы подбираем удобное время для тренера, удобное время для желающих, учеников, воспитанников. Но пока это вопрос подвешенный. Мы стараемся это больше всего реализовать с января месяца. Потому что конец года сейчас мы хотим для родителей пока подготовить открытые уроки, чтобы они могли ознакомиться с тренерами, с направлениями, посмотреть, как это все происходит. А потом уже запустим потихонечку и взрослую группу. Полспорт или гимнастика на пилоне – это сложный снаряд, в котором большее внимание уделяется всестороннему развитию спортивных навыков. Это физические упражнения, силовые и акробатические элементы на ловкость, координацию, выносливость, а также гибкость и растяжку. К слову, о подготовке будущих спортсменов. Международный олимпийский комитет проголосовал за признание полспорта официальным видом и включил его в список олимпийских игр. Его внесли в список олимпийских игр на 2028 год. Но каждый спортсмен должен обладать тремя снарядами, кроме пилона. Должен также владеть ученик как кольцом, так и полотном, так и пилоном. То есть один спортсмен должен владеть тремя снарядами. Но прежде чем добраться до олимпийских игр, нужно деткам, конечно, принять участие на различных соревнованиях, на чемпионатах. А нежели чем еще ранее посмотреть, нам нужно запустить это направление в округе, найти хорошего тренера, что мы и сделали, и, в принципе, подготовить детей, что сейчас буквально вот мы и этими занимаемся. К сожалению, гимнастика на пилоне некоторыми людьми воспринимается категорически отрицательно, что несправедливо отмечают спортсмены. Необходимо понимать, что танец у шеста и акробатика на пилоне – совершенно разные вещи. Акробатика – это тяжелый и технически сложный вид спорта. Освоение его элементов требует большого упорства, тренировок, выносливости, которые иногда не под силу профессиональным спортсменам из смежных видов спортивной деятельности. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Наринмаре определили победителей Кубка Ненецкого округа по волейболу среди женщин. В этом году участие в соревнованиях принимали 10 команд. Кубок прошел после годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Подробнее о том, кому досталась победа в материале Ольги Русул. Волейбольная баталия в самом разгаре. Финальная борьба между двумя сильнейшими женскими командами «Сияние» и «Норд-2». Напряжение растет с каждой минутой, хотя и разрыв в счете максимальный. Тренер «Норда-2» надеется на чудо. Я уже многократно играю, но первый раз в финале. Первый раз в финале? Да. А как вы оцениваете игру сегодня? Да, пока игра еще вся впереди. Женская волейбольная команда «Норд-2» – это сборная учащихся старших классов. В прошлой игре девочки вышли в тройку лидеров, а в этом году еще поднажали и вышли в финал. Игра была сложная, мы проиграли, но мне понравилось. Тренер у вас сказал, что вы впервые вышли в финал, да, ваша команда? Да, наша за год, вообще за все время. В этом году мы себя очень хорошо показали, потому что вышли в полуфинал, играли за первое место. Игры Кубка Ненецкого округа среди женских команд проходят по олимпийской системе. Проиграл-выбыл с определением первых трех призовых мест. Команда «Сияние», ее игроки в красной форме практически сразу выбилась в лидеры. «Первоначально наша команда называлась команда «Искатели», когда мы все играли и работали в «Искателя». Но затем мы переименовались и стали «Сияние», потому что у нас девочки из города есть и из «Искателей», поэтому у нас такая нейтральная». Участники команды два раза в неделю встречаются в спортивном зале поселка «Факел». Тренера как такового нет. Старшие игроки передают свои знания и умения молодежи. Девочки уже наигранные, очень хорошие приемы у них и подачи, то есть они уже чувствуют себя. Поэтому я думаю, что выиграем. Солидарна со старшим товарищем в прогнозах на победу Елизавета Городилова. Несмотря на молодой возраст, девушка имеет огромный опыт. С юных лет она играет в волейбол. Уверена, что команде хватит сноровки, чтобы возглавить пьедестал победы. «Сначала занималась баскетболом около полугода. Была самая маленькая и мне понравилось. И мой первый тренер Юрий Иванович Утроф, он пришел к нам в столовую в школе в третьем классе. Позвал нас, выбрал девочек. Я была среди них, с тех пор играю». Игры проходят с соблюдением всех противоэпидемических норм, то есть без болельщиков. На балконах лишь редкие зрители. «У нас старшая сестра играет». «Как она играет? Нормально?» «Да, хорошо. Давно, с детства». «В какой она команде?» «Сияние. Красный. Сияние. Красный. Блин, да. Всем играет вообще. Кричите. Да, хлопаем. Вот это все». Кубок Ненецкого округа по волейболу среди женских команд проходит в этом году после некоторого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В прошлом году провести соревнования не удалось. Несмотря на это, количество команд осталось прежним. «Есть команды, которые у нас обновились. А вот команда победителей, команда «Сияние» в этом году процентов, наверное, на 90 обновилась. То есть молодые девчонки уже потихонечку вытесняют, так сказать, ветеранов. Поэтому у нас волейбол как бы молодится, скажем так». Открытием сезона стала команда «Норд-2». В напряженной борьбе девушки смогли проявить себя и выйти в финал. Однако победить одну из лучших команд «Сияние», которая зарекомендовала себя уже в течение не одного сезона, дело непростое. «Напряженные игры пошли с полуфинала. Команда «Сияние» в полуфинале обыграла из вечных конкурентов команду «Сигнал» со счетом 3-2 и пробилась в финал. Где играла с командой «Норд-2» и за явным преимуществом победила со счетом 3-0». Таким образом, почетное третье место досталось команде «Сигнал». На втором – «Норд-2». А на пьедестал победы взошла команда «Сияние». Следующее крупное спортивное мероприятие запланировано после Нового года – чемпионат округа по волейболу. А сейчас во дворце спорта «Норд» началось первенство среди юношей и девушек по волейболу. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Долгожданная встреча. По всей России возвращаются к своим семьям уже отслужившие призывники. Целый год они были вдали от дома и родных. О том, как пережить разлуку близким – в следующем материале. Ровно год назад Игорь Корзов был призывником. Прощался с родными и уезжал служить в Мурманск в автомобильные войска Северного военно-морского флота. Служить было не тяжело. Просто соскучился по дому. Звания не получил. В нашем батальоне слишком маленький состав. Там звания не выдают. Так что я как уехал матросом, так и приехал матросом. В тяжёлое время разлуки с родным домом скрасила девушка Игоря Катрина. Она постоянно писала письма, отправляла посылки. Первый месяц разговоры по телефону были строго раз в неделю, по средам. Позже – три раза в день, перед каждым приёмом пищи. А уже ближе к дембелю и вовсе можно было позвонить по видеосвязи. В первое время, конечно, было очень тяжело, потому что ты привыкаешь, что постоянно рядышком твой человек, и ты одна остаёшься, и тебе нечем заняться, как будто бы очень одиноко, тяжело. Но со временем привыкаешь, чем-то нужно обязательно себя занять, побольше работать, какие-то хобби, на что-то записаться, не знаю, на любые кружки и так далее. И тогда, конечно же, будет легче, и время пройдёт гораздо быстрее. Год разлуки с родными никого не оставит равнодушным. Так и мама Игоря первое время сильно переживала. Ну, конечно, первое время мне его не хватало. Три месяца как бы тяжеловато было, а потом привыкли. Ну, не на войну отправляем. Переживали, что в какую часть попадёт, как служить будет. Ну, слава богу, сейчас год, и ничего, хорошо, всё нормально. Долгожданная встреча. В зоне прилёта аэропорта вся семья. Игоря ждали мама и папа, сёстры и братья, племянники, дядя и бабушка. Пойдёмте, подойди пока. Вот, встаньте, тронёк-то хоть. Обязательная военная служба пугает многих мам. Нет возможности позвонить сыну в любой момент. Плюс ребёнок находится далеко от дома. Это сильный стресс. Но Ольга нашла в себе силы благодаря поддержке мужа и девушки Игоря. Ничего страшного в этом нет. И ждали. Спасибо, конечно, девушке Игоря. Она очень поддерживала его. Как бы мы-то с мужем вдвоём друг друга поддерживали. Но спасибо девушке. Она его поддерживала. Из-за этого, наверное, ему служить было легче. Призыв на службу в Неницком округе осуществляется осенью. В этом году большая партия новобранцев также отправилась служить в войска Северного военно-морского флота. Наталья Туркина, Катрина Тайбарей, Леонид Шишел, Телеканал Север. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.